Привет, город в студии! С вами я, Любовь Ламака и команда Сигмы. Мы уже подготовили для вас новости этого дня и минувшего выходного. Начинаем! 1 июля на Ямале подтвердили 203 новых случаев коронавируса и 2 летальных исхода в Новом Уренгое. На четверг картина такая – 197 новых зараженных и 1 летальный исход также в нашем городе. Большой прирост заболевших пришелся на Новый Уренгое – это 109 человек. Наш округ с такими данными стабильно держится в десятке среди других регионов страны по числу суточных заражений. За сутки выявлено 22 новых случаев среди вахтовых рабочих. А вот в России ситуация с коронавирусом выглядит так. Суточный прирост держится у отметки почти 7 тысяч человек. Скончались 147 россиян. Выздоровели чуть больше 6 тысяч. Напомню, в некоторых регионах режим самоизоляции продлен. На Ямале действующий режим сохранится до 10 июля включительно. 2 июля глава регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом Андрей Воронов отправился в аэропорт и на вокзал Нового Уренгоя, чтобы проверить, как соблюдаются нормы в местах, где люди, кажется, есть всегда, несмотря на эпидемию. Моя коллега Алла Гасанова составила компанию Андрею Воронову. Что связано с коронавирусной инфекцией, с ранением? Какие-то инструкции давались вам? Инструкции давались, да. Но, если честно, люди, вот как... Есть маски, есть маски, нет масок. Значит, вы имеете право не пускать их сюда? Мы нет. Понимаешь, что вот он сейчас заходит, ты же не понимаешь, болеет он или нет. На территории веренном вам объекте. Вы здесь работаете, ваши коллеги работают, девчонки в кассах работают. Из-за копейшной маски возвергаете себя опасности. Чемодан, билеты и так называемый санитарный набор. Сегодня это неотъемлемая часть багажа любого путешественника. Но, к сожалению, последние многие горожане и гости города по-прежнему продолжают пренебрегать. Красноречивее всего об этом говорит проверка. Свой маршрут Андрей Воронов начал с вокзала, где обнаружились нарушения в области санитарной безопасности. Люди на территории вокзала позволяют себе многое. Ходить не только без перчаток, но и без масок. Благодаря внесенным изменениям в постановлении губернатора, не только у нас, а вообще у любых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, появляется возможность уже, скажем так, официально, да, если мы раньше, скажем так, это было все на нашей ответственности, да, и получались, соответственно, жалобы, которые приходилось потом разбирать и дополнительную работу производить. То сегодня данное постановление, оно нам в помощь, поэтому только за будем его исполнять. На охранном пункте активно использовать свои права пока не спешат. С пассажирами проводят только беседы. Тем, кто пришел без маски, рекомендуют ее приобрести. Но внутри вокзала после входа маски моментально снимаются вовсе или оказываются опущенными вниз. Пассажиры без масок откровенничать не стали. Почему так безрассудно и грубо нарушают элементарные санитарные нормы, вопрос открытый. В качестве акции 2000 масок продадим сейчас. Но бумажные полотенца тоже можете нарезать, чтобы были. Вот лежит здесь. Скандально особо кто не хочет, значит, предлагайте. Значит, если нет, у вас есть ОВД, у них есть право штрафа. Начинают скандалить. Бойцы у вас, мужчины, вам проще всего. Это не торговля. Я уже говорил, как бы, вы же с оружием не пускаете. То же самое. Сразу после Андрей Вуронов направился к воздушной гавани города. Здесь глава регионального штаба проверял охранников на знания эпидбезопасности и принимаемых мер. Какие-то дополнительные инструкции вам даны были? Конечно. Ну, во-первых, предохраняться и пользоваться антисептиками. Самим. Да, самим. И тем самым, когда заходят пассажиры, чтобы не было большого скопления в аэропорту людей, чтобы, во-первых, пассажиры тоже проходили, прежде чем они заходят в аэропорт, пользовались санитайлером и были в масках. Если без маски пытаются пройти? Если без маски пытаются пройти, мы направляем там на входе, стоит у нас терминал, в котором они могут приобрести соответствующие необходимые. Вы же не пускаете? Нет. На территории аэропорта доступен специальный терминал, где пассажиры без средств индивидуальной защиты могут приобрести все необходимое. Отмечены зоны социального дистанцирования и имеются санитайзеры. По сути, мы делаем все, что необходимо. То есть, у нас, я не знаю, знают, не знают, там, у нас есть рекомендации Росавиации, согласованные с Роспотребнадзором, по которым мы и действуем, по сути. Мы их пытаемся, не то что пытаемся, а исполняем. Транспортная отрасль пострадала от пандемии сильнее многих других. По данным Минтранса, пассажиропоток на всех видах транспорта в России упал от 70 до 90%, хотя внутрироссийское сообщение, в отличие от международного, не приостанавливалось. Руководство Новорингойского аэропорта делает прогнозы уже и на этот месяц. Здесь уверены, авиапоездки сократятся на 30%. Аэропорт продолжает работать в своем режиме, строго следуя всем эпиднормам. Руководству Ямальской железной дороги в кратчайшие сроки предстоит провести большую работу и устранить нарушения. Это, будем говорить, головная боль самого учреждения. Если аэропорт подошел как надо, у них есть и рядом автомат, который у человека есть возможность приобрести тут же на маску, они его не отправят, то на вокзале, так как нет этого ларька, либо автомата, им придется делать одноразовый. В отличие от аэропорта, это единицы, кто маски сдергивает, может быть, надеясь, что просто подышать на вокзале через одного. Но в целом пропускной режим организован на обоих организациях. Выводы по эффективности будем уже на штабе рассматривать. Региональный оперштаб, развернутый в городе, на этом проверку свою, конечно, не заканчивает. Устранение нарушений теперь на их контроле. Свой объезд в места массового скопления людей они повторят. Лала Гасанова, Феликс Расихин, Тератио, компания «Сигма» для НУР-24. Но в Уренгойске общественники не стали устраивать себе выходной 1 июля. Народные контролеры снова отправились в рейд по кафе и магазинам, чтобы попытаться достучаться до горожан, не желающих носить маски, и предпринимателей, нарушающих режим коронавирусных ограничений. Кое-кого поймали с поличным. Подробности в сюжете. Сюда приехали доктора. У нас откроется обсерватор дополнительный. Все забито. Врачи измучены. А мы сами измучены. Увидев камеру, гости убегают из столовой, даже не доев свои обеды. Заведение должно работать исключительно на вынос. Однако здесь это требование игнорируют. Вам пошли навстречу. Разрешили открыться. А вы что делаете? Упрекают предприниматели и общественники. Полномочий наказывать у народных контролеров нет. Но если бы на их месте оказались представители Роспотребнадзора... Штрафные санкции в УИП до 150 тысяч, в юридическом до 500. Вплоть до закрытия на 90 суток. А это уже торговый центр «Солнечный». Общественники проверяют каждый отдел. В спортмастере дежурит директор. Лично пересчитывает входящих. В магазине должны находиться максимум 20 человек. Бывает, очень бурно реагируют. Но в большей степени все понимают, потому что без масок мы даже отпустить на кассе не сможем. Контроль за здоровьем посетителей начинается уже на входе. Охранники проверяют наличие масок. Работники супермаркета «Пятерочка» добросовестно защищают от вируса себя и окружающих. А вот покупателям нет-нет, да и прорываются к кассам с открытыми лицами. При том, что здесь есть бесплатные салфетки. Из них можно быстро сделать себе маску. В Астонии не уважаем. Я-то за сумкой пришел, в общем-то... Нет, я вам другое говорю. Даже ваше нахождение уже нарушают здесь. Все, я ухожу. Спасибо. Вместо того, чтобы им делать свою работу, продавцам приходится заниматься уговорами. Иногда это заканчивается скандалами. В Новом Уренгое были случаи, когда в кассиров бросали пакетами и продуктами. Люди даже заходят, они, может быть, у них и есть маски. И они все равно начинают выяснять отношения с нами. Потом, когда мы говорим, что мы просто не обслужим на кассе, то есть, ну, вы же не одни здесь, нужно еще о других людях думать. Тогда они достают из кармана и одевают. Ну, бывают такие случаи. Но большая часть покупателей все-таки сознательно. Прямо это радует. Потому что прямо заходят в масочках и становятся даже на нашу сторону, когда мы начинаем делать замечания. Основное, так скажем, не все понимают, это жители города Нового Уренгоя, посетители торговых центров, что ситуация не очень хорошая в городе. И все серьезно. Просто так не создается региональный штаб и не приезжает и возглавляет его замгубернатора. Маски носят либо на подбородке, либо просто прикрыт рот, нос нет. Поэтому что они носят, что не носят ее. Люди этого не понимают, думают, это все несерьезно. В такие рейды народные контролеры выходят уже неделю. Но предпринимателям объясняют, если на покупателей нет маски, обслуживать его нельзя. Нарушителей будут наказывать рублем. Причем сразу обоих покупателей тоже. Вы поймите, если она даже соблюдала, то кто был без маски, степень заражения 70%. Если вы и я в маске сейчас, у нас 1,5%. Если сам заражающий в маске, а вы без, то 5%. Ужесточение санитарного контроля – не чья-то прихоть. Заболевших на Ямале становится все больше. Мест в больницах не хватает, строится дополнительный обсерватор. Единственная возможность – сдержать распространение вируса, защищать себя и других. И все-таки проверяющие заметили. Новоуренгойцы стали соблюдать режим и ответственнее относиться к своему здоровью. Тем быстрее город вернется к нормальной жизни. Юлия Пегушина, Феликс Россихин, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Важная веха в жизни страны прошла 1 июля. Россияне сделали свой выбор. Новая конституция принята. Изменения в основной закон страны поддержали около 78% соотечественников. За сохранение прежней редакции выступили чуть более 21% россиян. При явке избирателей – 65%. Ямал показал более высокие цифры. Более 89% – за и более 10% – против. При явке свыше 80%. В этот день сделали свой выбор и Новоуренгойцы. Смотрим, как это было. В последний день голосования по поправкам в Конституцию горожане направились на свои избирательные участки. На 1 июля на Ямале проголосовали более 300 тысяч человек. Но в Оренгой на голосование явились почти 70% горожан. И многие, как говорят председатели избирательных комиссий, предпочли голосовать по старинке, лично придя на выборы. Есть граждане, которые прям целенаправленно говорят, нет, мы придем именно в день выборов, именно 1 июля, и проголосуем на участки. Но среди желающих проявить свою гражданскую позицию были и те, кто голосовать решил, не выходя из дома. Для таких случаев были приняты специальные противоэпидемиологические меры. Во-первых, все члены участковых комиссий прошли обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию. Работало их на площадках около 300 человек. Для каждого избирателя был подготовлен отдельный сейф-пакет, куда входили средства индивидуальной защиты. Также все члены комиссии были в медицинских халатах, также все были защищены перчатками, у всех были средства дезинфекции, то есть все у нас обрабатывалось. Во время голосования специалисты были готовы к разным ситуациям, когда люди приходили без масок, без перчаток или вовсе с температурой. В случае, если температура выше, то у нас создано отдельное помещение, где у нас уже люди с температурой могут проголосовать. И, соответственно, они также выходят уже через другие выходы, не через те, через которые выходит основная масса избирателей. На избирательных участках движение строго по стрелкам, чтобы не создавать массовости и соблюдать дистанцию. Горожане подходят к столику, не переступая ограничительную линию. Показывают паспорт. Член избирательной комиссии документ в руки не берет. Затем горожане с бюллетенем и индивидуальной ручкой проходят в кабинку для голосования. Делают выбор, опускают бюллетень в урну и выходят через другую дверь. У входной группы были специальные коврики, которые использовались как дополнительная защита. В Новом Рингуе с 25 июня по 1 июля с 8 утра до 8 вечера работали 39 постоянных участков. Россиянам отвели неделю для принятия важного в истории страны решения. Конституция 2020 обошла Конституцию 90-х по явке число голосов «за». С большим отрывом в стране приняли новую Конституцию. Голосование по поправкам в Конституцию определенно уже вошло в аналы истории нашей страны. Собственно, запомнятся не только результаты выборов, но и его проведение. Как россияне голосовали в других городах и каких казусов никогда не забудут социальные сети, смотрите в нашем следующем сюжете. На Ямале явка на голосование превысила 100%. Как такое возможно? Эта новость вызвала шквал эмоций и моментально разлетелась по всем юмористическим пабликам с многомиллионной аудиторией. В основном шутили на тему мертвых душ Гоголя, мол, воскресли и проголосовали. Однако далекие от северной жизни люди не учли вахтовиков. Виновниками послужили как раз работники ТЭК. Изначально в списках числилось 33 тысячи человек, а казалось более 36 тысяч. В Ноябрьске пресекли провокацию коммунистов с выносом бюллетеня. Избиркоми Яна уже подтвердили факт правонарушения. Однако раскрывать все детали не стали. Как оказалось, была зафиксирована попытка выноса бюллетеня и вброса в ящик для голосования пустого листа. Обсуждали в соцсети появление Путина на голосовании без маски и перчаток. В Кремле уже прокомментировали этот факт. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что это не связано с пренебрежением мерами безопасности. Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке. К слову, обычным гражданам Москвы за это полагается административная ответственность. В Саратове шутили на тему магии и гравитации. Там, на избирательном участке, в школе обнаружили ровные стопки бюллетеня в урне для голосования, соединенные с крепкой. Сегодня стало известно, что бланки были без отметок и почти тысячу листов были аннулированы. Хотя в Центре избиркоме и в Департаменте информационных технологий Москвы не раз заявляли, что система дистанционного голосования защищена, некоторым людям все-таки удалось проголосовать несколько раз. Так, гражданка России Яэль Ильинский, живущая в Израиле, смогла отдать свой голос трижды. В посольстве РФ в Тель-Авиве, в консульстве в Хайфе, а также онлайн. Комментируя эту ситуацию, секретарь ЦИК Гришина заявила, что за такие действия грозит уголовное преследование. Также в ЦИК прокомментировали ситуацию с журналистом Павлом Лобковым и экспертом движения «Голос» Василием Вайсенбергом. И тот и другой смогли проголосовать онлайн, а потом получили бюллетени для голосования на участке. С этой ситуацией разберется Мосгор-избирком. Было случай столкновения с полицией на участке. Накануне дня голосования журналист «Медиазон» и Давид Фрэнкель сообщил, что полиция насильно пыталась вывести его с городского избирательного участка. Впоследствии врачи диагностировали ему перелом руки. Однако в избиркоме, сказали, Фрэнкель упал сам. В Сибири мужчина проголосовал по поправкам в Конституцию за себя и четверых родственников. Так дедушка принял решение за жену и внуков. А в центре Екатеринбурга зеркала зависели черной тканью, как это делают, когда в доме умирает человек. Это траурный ритуал от художника Рома Инг приурочили к кончине старой Конституции. Однако в большинстве городов голосование все-таки прошло празднично. И даже выбранное для этого место не смущало жителей страны. Вот избирательный участок организован в багажнике машины во дворе. А вот россиянам предлагают голосовать на пеньке у колодца. В Ульяновской области выборы проходят в торжественной обстановке. На участке подняли флаг России. Также в качестве безопасного места для голосования были выбраны детская площадка, футбольное поле и автобус. Ну а что? Главное сделать свой выбор. Верборанова телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Хорошие новости, о которых приятно рассказывать. Пес Тишка сможет ходить. В четверг он впервые встал на лапы. Операция на позвоночнике прошла успешно. Напомню, в июне в Новом Уренгое случился вопиющий случай. Машина, сдавая назад, наехала на собаку и еще какое-то время постояла на ней. Животное выло от боли так, что слышал весь район. Волонтерам удалось спасти собаку. Деньги на лечение собирали неравнодушные горожане. Полиции завели уголовное дело. Расследование продолжается. 1 июля в Новом Уренгое департамент имущественных отношений вручил земельные участки многодетным семьям. В городе около 70 участков по 6 соток, которые предназначены для многодетных новорингойцев. Как отмечают специалисты, эти участки находятся в очень хорошей местности и в трех минутах езды от северки. Поэтому проживание здесь будет комфортным. Мы сейчас смотрим с 15 семью земельные участки. И у нас еще порядка следующих 50 семей также будут получать земельные участки в собственность бесплатно. Вообще я хочу отметить, что это беспрецедентное мероприятие, проведенное на территории города Новорингой, вообще на территории Ямал-Ненецкого автономного округа, потому что мы единственный город на Ямале, который принял такое совместное решение благодаря совместным действиям департамента имущественных отношений администрации города Новорингой и депутатского корпуса. То есть сегодня у нас проводится осмотр многодетными семьями, которые были сняты с очереди по достижению детьми предельного возраста. В ближайшие дни на Ямал нагрянет жаркая погода и ожидается до плюс 25 градусов. Поэтому со 2 июля на территорию округа вводится особый противопожарный режим. Решение принял оперативный штаб, который следит за чрезвычайными ситуациями в округе. В Красноселькубском районе и вовсе синоптики обещают около 30 градусов. Введение противопожарного режима означает, что все экстренные службы должны быть в состоянии полной готовности, а людям запрещено посещать леса. Всего с начала пожароопасного периода был потушен 31 природный пожар. Если вы стали его свидетелем, то о происшествии необходимо сообщить по номерам, указанным на экране. Оказывается, возраст яблок можно определить по хрусту. Если вы его слышите, значит плод действительно свежий. В очередной раз собираем корзину продуктов и считаем расходы. В последние пару месяцев наша корзина постепенно, но все-таки дешевеет. В прошлый раз я потратила на продукты 523 рубля. Интересно, получится ли сохранить позитивную тенденцию? Проведите эксперимент. Проверьте, хрустят ли купленные вами яблочки. Если хрустят, поздравляю, значит плоды действительно свежие. Килограмм яблок, микс, фасованных, стоит на этой неделе 129 рублей. Все огуречные полезности прячутся на поверхности. В том, что мы обычно срезаем, лишая себя витаминов А, В, магния и железа. Так что едим огурцы с кожурой по 79 рублей 99 копеек за килограмм. Картофельные чипсы придумали совершенно случайно. Это произошло в Америке в середине 19 века. Один из местных богачей обедал в придорожном кафе. И ему не понравилось, что картошка фри была нарезана слишком большими кусками. В ответ повар нарезал картошку так тонко, как только смог. На этой неделе килограмм раннего картофеля стоит 59 рублей 99 копеек. Когда-то сахар был очень дорогим удовольствием. В переводе на наши деньги килограмм сладкого песка стоил почти 14 тысяч рублей. А сейчас мы можем купить его за 32 рубля 99 копеек. В мире существует тысяча способов приготовления яйца. Один из самых экзотических – это маринованные яйца. Чтобы их приготовить, нужно сделать соус. И потом замариновать в нем яйца примерно на 10 суток. Но предварительно их нужно купить по 45 рублей 99 копеек за десяток. Любите пить какао с молоком? Тогда вам лучше отказаться от этой привычки. Дело в том, что вещества, которые содержатся в какао, блокируют усвоение кальция. Так что пьем молоко, как говорится, в чистом виде по 34 рубля 99 копеек за 900 миллилитров. Размораживать куриное филе нужно в холодильнике. А при комнатной температуре оно хранится не больше 15 минут. Покупаем куриное филе по 104 рубля 99 копеек за килограмм. Самое дорогое масло в мире выжимают из кладов марокканского дерева органия. Это масло стоит больше 2000 рублей за литр. Наше родное отечественное подсолнечное масло тоже ничего и стоит всего 69 рублей 99 копеек за литр. 559 рублей стоит сегодня моя корзина продуктов на 36 рублей больше, чем в прошлый раз. Все правду о новорингуйских ценах вам рассказали Юлия Фегушина и Феликс Рассихин. Телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. А сейчас наш информационный блок продолжит программу «Патруль». Слово моей коллеги Лали Гасановой. Она расскажет вам сводку криминала и происшествий. А у меня все новости к этому часу. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»